Сейчас буду спрашивать про планы на будущее на бою. У меня один вопрос. Ты счастлив? Да, конечно. Спасибо. Не так давно видели интервью твоего тренера, Амсора Чакайра, и он говорил, что ты выходишь на лыб очень озлобленный. Насколько, что иногда даже ему приходится тебя успокаивать, потому что тебя переживает. А за какие места не сейчас ты выходил на эти тайги? Когда выходил, я вроде полнастроился, мне было такой злостный. Просто бывает, когда я начинаю пропускать, я автоматически включаюсь и начинаю в руку идти, и за это он беспокоился, чтобы я не зарывался. Так вроде нормально, аплодировался, все прошло нормально. На протяжении вот этих дней мы замечали с тобой команду. Это там твой брат, твои друзья. А в последний момент с вами вы находились, ну, находилось руководство клубов. Расскажи об этом и слушайте вообще свои секунды. И слушаются ли? Секунды, естественно, слушаю. Да, я приехал в Москву за три недели. Со мной рядом были, да. Моя команда, Тамара Бакар, Бедняку, все приехали, она помогает мне, постоянно гадно будет. Вроде бы все прошло отлично, но готовились неплохо. Забит, поздравляю с победой. Можно назвать Кэллина Кэтера самым серьезным твоим соперником в настоящее время? И скажи, что самое сложное было для тебя в поединке с ним? Самый сложный не сказал вопрос. Я знал, что он как боец, очень любящий такой, и защита от факторов очень хорошая. Я ожидал, что будет тяжело. И как я на руке, я настраивался на все три раунда, конечно, еще три раунда, я поцел, я почувствовал. Потому что я думаю, что инфекция была в Таиланде, думаю, я подняла хальбом. Три недели я антибиотики, думаю, обезбегал. Мне кажется, она хальбом мне дала знать, что подняла, я почувствовал три раунда. Как раз хотел задать вопрос, вы практически на него ответили. То есть, действительно, в какой-то момент в третьем раунде вы что-то почувствовали? То есть, со стороны это действительно выглядело так, как будто что-то выключилось, и совершенно другой забит Магамед Шарифов в октагоне появился. Вернее, Магамед Шарифов исчез. Да, да, я конкретно. Я все видел, все. В третий раунд у меня пару раз по кормству попал, может, третий раунд. Но я думаю, это все-таки антибиотик очень тяжело оттвоешь и ты реально устаешь от них. Даже во время подготовки я чувствовал, что быстро уставал и полностью не вылечился. Так, но я был готов до конца поддержаться. Хоть что-то там не было, я устраивал его до конца поздраться. Поздравляю с победой. Настолько сильная специфика подготовки отличается. Ты рассчитывал изначально трех раундов в бой, потом только один стал главным. И был вариант провести пяти раундов. В связи с тем, что ты утвердительной амбицией был бы неплохо. Проверить себя пять раундов, но подготовка была, наверное, другая, да? В наши раунды я ничего не решал, мне позвонили, моя команда сказала, у тебя будет третий раунд, потому что ты только вышел с антибиотикой, перелечился, и мы все это от раунд разом. Они сами решились, руководство ее все, я согласился, и все. А так, конечно, я хотел бы проверить себе эти раунды на третий раунд. Почему нет? Поздравляю с победой. Расскажи, после победы в главном бою вечера против сильного соперника, будешь ли ты вообще рассматривать возможность такого либо боя, кроме титульного? Да. Я настроен на титул, потому что, считая победой подряд, хотелось, конечно, за титул, потому что про тебя я показал, кто следует. Чисто я подряд выбрал, и если в организации если как-то решить мне решать, не будет дать, я совершу без проблем. Так, я бы хотел подраться, хороший облеток провести, хорошие сборы, я буду готов к титулу. С победой, Вадим Михайлов. Матч 4.2. Два вопроса, если можно, но очевидно, что вы нацелены на титул любой, нацелены на Макса Холлое. Как вы считаете, в чем он сейчас лучше вас? Будет ли вы особенно готовиться к его темпу? Потому что он умеет очень хорошо его поднимать, умеет разгоняться к пятому раунду. Нужно ли что-то особенное для этого делать, не знаю, перед CPI тренироваться, что будет для чего? Макс действительно хороший порец. Я думаю, у него бокс хороший, но не такой тяжелый удар, как у Катарда. Он просто много ударов накидывает. Такое, не сказал бы, что от него опасности. Просто он идет, накидывает удары. Такого тяжелого удара нет, я думаю, и ты сможешь с ним спокойно подраться в стойке, или даже попороть. У Катарда, я думаю, лучше зашито было и тяжелый удар. Если можно, второй вопрос. У вас в руках шоколадка и колок, которые видно вам доставляют удовольствие. Это или остаток сахара после боя, там ритуал, скука после лесогонки? Ну, что вы по этому случились? Потому что заранее делаешь и делаешь какие-то. Платаем вместе, шоколадки не видал. И в комнате переслужил. Да, это никак, помните, это сфорический. С дня приходишь на слое. А это именно любимый шоколад? Нет, просто еще на шоколадке. Спасибо. В третьем раунде он пробил колено в прыжке. Насколько плотно оно попало и были ли вы потрясены на полет? Нет, он не попал не точно. Просто, по-моему, как люди попал, так не почувствовал. А так, по-моему, второй раунде хорошо прыгнул, чуть не попал. А так я все контролировал, видел все удары. Но я видел, что он тоже поцелочный. Просто он еще ногами ничего не пил. И за это мышц меня устал. Потому что он только вперед шел и украми махал. И за это, но очень постижее у меня толщина. Забит, вот после колено в прыжке в третьем раунде вы упали на конвас. И получается, картер наносил тебе удары, как вы лежа на спине. И он нанес там порядка десяти ударов. Такое вообще ощущается каким-то образом особенно? Я слышал, что в секунду осталось только 30-30 секунд. И за это, если я начал боевый, то он мог встать. И за это хотел концовку забрать, просто удержать его и все. Чувствовал ли ты после боя, что ты проиграл один рамок? Нет, это, наверное, пересмотреть бой, я думаю. Третий рамок уже проиграл. Я точно не знаю, не помню. Просто третий рамок. Ну, два рамка, я все помню. Все, выиграл полностью. Продайте, пожалуйста. Здравия. Здравствуйте. 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 Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты еще драться в России? Я для тебя достал таким напряжением. Наверное, просто вижу, что ты выглядишь, выставшим физически и психологически. Хочешь ли ты драться в России или это слишком тяжело? Здравствуйте. Ну, в России, конечно, чувствуется поддержка нас, что все есть, близкие приехали. Но мне легче драться в Америке все-таки. Я не люблю это. Когда много людей рядом, что тебя поддерживают, легче сквозь в Америке. Когда поехала, как на тренировках, сделал испанники домой. Тебе ничего не отвлекает. И я с тобой не даю ничего. А здесь, как столько людей приезжает, ты знаешь, когда зимой я иду. И когда ты позже ответственность чувствуешь и не хочешь как-то озачаровать тебя. И когда у тебя это давит. Я думаю, так как, конечно, я только рад, что перед своей публикой, да, что они, я понимаю, что они хотят. Многие приехали, кто не может в Америку приехать. И как-то легче мне в Америке, я думаю, мне кажется, лучше в Америке драться мне. Здесь тяжело открывается, и ты еще боишься проиграть, и ты не можешь полностью себя открыть саму палец. И второй вопрос. Если кто-то этически рассматривает, то на следующие, ну точнее не следующие, а большие турниры, которые могут выступить в UFC, будут весной в Америке. И правильно понимать, что уроки твоего отношения есть примерно такие? То есть, если не будет. А приехать, пожалуйста, вам? Пока я не могу сказать, что приехать домой отдохнуть, подлечиться от мелких травм. Уже будет видно, как поделутся Макс и Волкановский, и оттуда будем отталкиваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Вот ты говоришь, говоришь, что в Москве чувствуется давление. Как вы думаете, что Абдул-Бакар на моменте сегодня так проиграл неожиданно именно из-за этого? Или, может, какие-то российские просчеты уже? Все может быть. Тем более у него первый дебют был в Москве. Я думаю, может быть, как-то он не настраивался или как. Бывает тоже, как-то. Кому-то подходит к поддержке, да. Кому-то нравится тогда приезжать своих близких. Даже когда я на любителем успел, я не любил, чтобы кто-то из моих родственников на соревнования приезжать даже. Ну, отец никогда не помнит на соревнованиях. Он только дома смотрит, и все. А кто-то из моих друзей, а по-моему, они целые родственники приезжают. И это, наоборот, мотивирует, и он лучше выступает. У меня, наоборот. Аббака тоже так же. Спасибо. За два боя для тебя проиграл твоим товарищам, напутствант Зеленов. И мы можем поговорить с этим. Да, конечно. Я хочу с этим вопросом. А мы чувствуем все, что все будет. Давай. Painting, чтобы бывали чаще, где я не могу. Мы поживали с этим психологически, когда мы работаем в нас. начнем тренироваться я думаю он не отпустил начнем тренироваться я думаю он сильнее вернется все спасибо большое